МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашей студии Тетекин Вячеслав Николаевич, член Комитета Госдумы по обороне фракции КПРФ. И Крупнов Юрий Васильевич, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Вячеслав Николаевич, давайте начнем, может быть, с международной повестки дня, больше геополитических вопросов. Вот ваше впечатление от этого послания. Вот в очередной раз президент высказывается по поводу того, что якобы мы как-то с Западом и не ругаемся, и не дружим. Мы ищем какой-то свой новый путь. При этом вот либеральный проект, который запускал еще Горбачев, был ориентирован на единую Европу от Лиссабона до Владивостока. Когда-то Шарль Деголь говорил о единой Европе от Атлантики до Урала. И вот многие эксперты, еще не говорят, что этот проект либерально провалился, нужно искать новый. Но президент его и не озвучил. Мы снова за все хорошее против всего плохого. Конкретики же мы не услышали, по большому счету. Ну и не услышим. Дело в том, что национальный интерес, они определяются не волей того или иного лидера и не волей тех лиц, которые пишут для него выступления. Не волей ученых, которые создают новую концепцию только для того, чтобы создать новую концепцию, для того, чтобы национальный лидер мог выступить с новой концепцией. Вот у нас большие мастаки создавать эти самые новые концепции от Лиссабона до Владивостока и так далее. Национальные интересы определяются нашей историей, географией, климатом, народонаселением и так далее. Они многовековые. И суть этих национальных интересов заключается в том, что мы всегда находились в состоянии конфронтации с Западом, с Западной Европой. Не по нашей вине. Потому что когда вот это государство, русское государство, российское государство возникло на это великое русское равнение, так сказать, Запад все время чувствовал угрозу своей монополии в мире со стороны русского государства. И на протяжении многих веков мы находились в состоянии постоянной конфронтации с Западом. Опять подчеркиваю, не по нашей вине. И за эти столетия ничего не изменилось. И ничего не изменилось сейчас. И даже когда после 1991 года нынешняя верхушка постаралась резко переломить вот эту тенденцию, сказать нет, мы ваши братья, хотя и младшие братья, ничего из этого не получилось. И недавняя сочинская речь господина Путина на Валдайском форуме и выступление с посланием к федеральным собранию, о котором мы сейчас рассуждаем, четко показывает, что как бы пролиберальная верхушка России в Кремле не сопротивлялась, национальные интересы все равно берут верх. Они выталкивают их в эту сторону, заставляя их признать о том, что интересы Запада и России слишком различны. Юрий Васильевич, вот вы что-то новое, принципиально важное услышали именно в области политики, геополитики, про экономику поговорим позже. И вот есть такая точка зрения многих комментаторов по итогам послания президента, что якобы, ну раз уж мы с Америкой договориться никак не можем, раз уж снова холодная война здесь у нас обостряется и возражается, то может быть, а бы за Европу поборемся, а мы уже будем искать внутри Европы союзников, раскалывать, скажем, центральную, восточную Европу, север и юг, какие-то там линии разлома и на них пытаться как-то работать. Ну вот хотя вот удивительно, но министр странных дел Лавров говорит, что прежних отношений с Европейским Союзом больше в России не будет. С моей точки зрения, вообще линия на раскол Европы и США, она нужна, но она, конечно, малоперспективна. И, по крайней мере, в тактическом плане абсолютно невероятна. Европа полностью находится под доминированием Соединенных Штатов Америки. И что бы кто ни фантазировал, ни придумывал и так далее. Но за этим кроется еще более тяжелый вопрос, потому что тратя время вот на эти, казалось бы, достижимые расколы, тратя время на собирание каких-то таких малопонятных союзников по миру, да, кроме развитых стран, по сути, упускается главное – это позитивная повестка. Что Россия предлагает миру? И вот в этом сейчас ключевой затык. И даже отдельные, интересные, хорошие, правильные, казалось бы, вещи, связанные с таким традиционалистским отношением к семье, к обществу, совершенно правильные и очень востребованные в мире. Но оно абсолютно не подкрепляется ни экономикой, ни позитивной повесткой. Сегодня, по сути, Россия имеет уникальную возможность, всем уже все надоело доминирование США, все видят глобальный финансово-экономический кризис, сегодня Россия может и должна предложить повестку развития. Она должна сказать, ребята, а почему у нас там отдельные континенты, страны и так далее, почему у нас они лишены права на развитие и доступа к развитию. И Россия должна показать, но для этого она должна сама приступить к развитию. И, прежде всего, конечно, в экономике, то есть должна доказать новой индустриализации, восстановлением машиностроения, станкостроения, то есть ключевыми вещами. А здесь ноль. Вот в чем проблема, а здесь ноль. Любая великодержавная риторика без экономики и без традиционной проектной экономики развития для России, мобилизационной экономики попросту... Пора о коммене поговорим. Писать Николаевич, вы же хотите что-то сказать. И согласны ли вы с главой МИД Лавровым, что прежних отношений у нас с Европой быть не может уже? Или еще не все потеряно? Я абсолютно согласен со словами Сергея Викторовича Лаврова о том, что прежних отношений с Европой у нас не будет. И не будет по объективным причинам. Не потому, что Иван Петрович поссорился с Иваном Васильевичем. По совершенно иной причине. То, о чем я говорил. Дело в том, что наши геостратегические интересы настолько различны, что вот этот вот мезальянс, который у нас возник до этого, когда Россия выступала в качестве младшего брата или бедного родственника по отношению к Западной Европе, вот этого изначально не должно было быть. И сейчас вся логика событий приводит нас к тому, к подтверждению тому, что мы должны развиваться абсолютно самостоятельно. Невзирая на те указания, которые пытаются нам навязывать из Брюсселя. Что касается роли России в современном мире, я хотел бы подчеркнуть, что, конечно, для нас важен пример, так сказать, вот как был Советский Союз. Мощная индустриализация, новая модель устройства общества. До этого нам еще далеко. Но что происходит сейчас в мире? В этом году я побывал в нескольких развивающихся странах, скажем так, в Африке. Там с полным восторгом воспринимают нашу политику по Украине. При этом они не вдаются в детали, кто прав, кто виноват. Для них главное другое, что наконец-то нашлась страна, которая щелкнула по носу этому самому однополярному миру, этому самому гегемону. В мире счастливы тому, что нашлась страна, которая сказала нет американскому диктату. Это очень важный пример для них, который показывает, что любая страна в конечном счете, в том числе, возможно, с опорой на Россию, так сказать, может сказать нет американскому диктату. Для них это очень важный морально-политический фактор. Но президент же не использовал эти фразы, значит, однополярный, многополярный мир, американский диктат. То есть он был более мягок, он сглаживал углы, он старался не идти какую-то прямую конфронтацию с Западом. Я думаю, что в сочинской речи на Валдайском форуме все острые углы были обнажены. Там высказано такое, что западным аналитикам еще долго переваривать. Она имела очень жесткий характер. Я хотел бы подчеркнуть, невиданно и неслыханно жесткий характер. А если Россия, чем ответить на гречи США, НАТО, Европы? Ну, часто отношения между Россией и, скажем, Западом НАТО обостряются, мы это видим и по риторике, и с российской стороны, и со стороны Запада. А есть ли нам чем себя защитить? Как здесь у нас ситуация в ОПК состоит, в оборонном комплексе? Ну, я бы начал не с ОПК. ОПК, как бы, так сказать, это будущее наших вооруженных сил, так сказать. О нынешнем состоянии вооруженных сил. К счастью, так сказать, сейчас, после отстранения от власти печально известного господина Сердюкова, происходят позитивные процессы вооруженных сил. Нельзя говорить однозначно, что там сейчас все розово, так сказать, все в цветочках. Но, по крайней мере, так сказать, уход от того разрушительного курса, так сказать, совершенно четко обозначился. То есть, с точки зрения того, чем мы можем сейчас в состоянии ответить, так сказать, Западу, то все очень просто. Примерно три недели назад я был на Северном флоте. И так случилось, что в тот момент, когда я был на главной базе Северного флота в городе Североморске, там оказался наш самый современный ракетный подводный крейсер стратегического назначения Юрий Долгорукий. Тот самый, который сейчас осваивает наше самое современное оружие – ракету «Балава». У меня была возможность побывать на этом ракетном крейсере. Я провел там три часа. Я увидел о том, что этот крейсер находится в боеготовом состоянии. Все шесть пусков, которые произвел этот крейсер, ракеты «Балава», при всех ее недостатках, оказали успешными. Я спросил руководства, не только командира этой лодки, но там присутствовали более высокопоставленные офицеры флота, в состоянии ли мы сегодня с этой лодки, так сказать, конкретной лодки, скажем так, дать ответ супостапы. Они сказали, что при поступлении необходимой команды, так сказать, старт ракеты в течение получится. Юрий Васильевич, вопрос такой, вот насколько реалистична ставка некоторых наших чиновников, что независимо от политической ситуации на Западе, независимо от конфронтации Кремля с Брюсселем, с Лондоном, с Вашингтоном, все-таки здравый смысл победит, экономический бизнес интересово обладают, и что якобы здесь все равно экономического противостояния и сворачивания торговли инвестиций не произойдет. Хотя вот в то же самое время, скажем, глава Сименс Джо Кейзер не так давно заявил, что Сименс будет все-таки поддерживать экономические санкции, введенные ЕС по отношению к России, так и многие другие крупнейшие корпорации, несмотря на возможные убытки для собственной компании. То есть западные бизнесы, западные крупнейшие корпорации берут под козырек? – Не знаете, кажется, все-таки мы излишнее внимание уделяем вот ситуации этого года, потому что мы уже забыли о том, как там на Кипре происходила по сути конфискация финансов и так далее. То есть дело-то совсем даже не в том, что Крым вернулся домой, хотя безусловно это все резко обострило. 25 лет советское наследие на постсоветском пространстве воровали мародеры, так сказать, со всего мира, в том числе, кстати, откладывая вот этот кризис спекулятивной глобальной экономики и так далее. Сейчас практически все, что можно было обворовать, разворовать, уже все разворовано. Теперь нужно уже осуществлять передел, в том числе территориями, конкретной землицей тоже украинской и так далее. И теперь ситуация, она неминуемо будет ухудшаться. Независимо от того, что даже если завтра вдруг по каким-то причинам, не дай бог, там такое быть не может, но Крым проголосует и вернется в Украину, условно. Ничего не изменится. Потому что конкретная финансово-экономическая верхушка, которая глобально доминирует, ей нужно все активы оприходовать, брать себе, конфисковывать максимально. Поэтому будет все только усугубляться. И в этом-то и есть проблема, собственно, и послания, и всей ситуации. Потому что уже все поняли, мне летом еще в июле очень высокопоставленные чиновники говорили, ну что вы волнуетесь, там где-то к октябрю, значит, с Новороссией разберутся, так или иначе она войдет обратно в Украину. Соответственно, в любом случае санкции закончатся, нефть вырастет на 20-30 процентов. Несколько человек очень высокопоставленных, имеющих прямое отношение к управлению страной. То есть вот это полная неадекватность основного правящего слоя. Потому что они все равно в глубине души. Они надеются, что ну не сейчас, ну через полгодик, ну через год, через полтора, через три года наступят благословенные вот эти старые времена. Нефть будет стоить 200 баксов или там 2000, может быть, баксов. Да, вообще счастье наступит. Можно будет ничего не делать и в дальнейшем, так сказать, припеваючи жить. Вот это главная иллюзия. И, к сожалению, в послании для меня, как бы вот эта кризисная ситуация не была жестко обозначена. Антикризисных элементов вы там не увидите? Антикризисные элементы плана нет, антикризисного. А план он очень простой. Это мобилизационный план восстановления своей экономической системы. Вячеслав Николаевич, вот все-таки заканчивая тему с политикой и геополитикой, интересна была реакция Америки на речь президента. Напомню, что США незамедлительно, по большому счету, отреагировали на послание президента. И была принята так называемая антироссийская резолюция 758 Палаты представителей Конгресса США. Ну и, собственно говоря, в документе содержатся разные рода такие неприемлемые характеристики России как агрессора. Рассматривается ряд мер политического, экономического, военного ослабления России. Они призываются ужесточить санкции. Вот как вы можете охарактеризовать такие действия Америки? Они нагнетают ситуацию, специально провоцируют? Я думаю, что они испытывают сильнейшее раздражение, видя, что Россия, даже при том, что у власти в России сохраняется тот же самый Ельцинский, Гайдаровский, Чубайсовский клан, все равно уходит из-под их контроля. Они себе не могли представить ситуацию, когда основная ключевая позиция, так сказать, власти, особенно экономическая власть, принадлежат их сторонникам. И, тем не менее, вдруг неожиданно Россия начинает уходить из-под их контроля. Поэтому все эти резолюции, откровенно грубые, конфронтационные, объясняются прежде всего сильнейшим раздражением американской элиты. Но у них ничего не выйдет. Почему? Потому что Россия уже встала на этот курс. Не в последнюю очередь потому, что наконец-то глава государства осознал о том, что дружба с Западом, она не только ничего не приносит нашей стране, она еще опасна для него физически. Это очень важно подчеркнуть. Почему? Я хотел бы провести некую цепочку событий недавних. Слободан Милошевич не был врагом Америки. Он помог Америке заключить так называемые Дейтонские соглашения, которые привели к миру, так сказать, на Балкан. И, тем не менее, он был уничтожен в Гагской тюрьме. Он был убит в Гагской тюрьме. Саддам Хусейн, он не был врагом Америки. Он вполне успешно торговал, так сказать, нефтью на мирных рынках. У него были нормальные рабочие взаимоотношения. Они, может быть, не очень теплые. Но нормальные рабочие взаимоотношения с Соединенными Штатами. Он был убит. Мармар Каддафи. Его принимали во всех европейских столицах. И, тем не менее, он был убит. Башар Асада ждала та же самая судьба. И только вмешательство России помогло предотвратить. То есть, некая цепочка событий показала в нашей элите о том, что некие дружеские отношения с Западом, неформальные, формальные встречи без Гагской вовсе не являются гарантией в том числе и их собственные безопасности. Для наших телезрителей объясните, то есть, получается, российских чиновников не волнует национальный интерес, не волнует интерес национального промышленного капитала, национального бизнеса, социально-трудового большинства. Они только тогда задумались о том, что необходим собственный путь развития. из своей новой индустриализации, грубо говоря, когда поняли, что есть и прямая угроза их жизни? Нет. Ну, Юрий Васильевич очень удачно привел сравнение, так сказать, Кипр. Они взяли и отобрали деньги. Само прозаическим образом. Даже без жизни, да. И совершенно ясно та цепочка сравнений, которая привел, что дело вполне могло бы закончиться в том числе и физическим устранением. А каковы риски военной угрозы? Скажем, профессор экономики университета Оттавы Мишель Часудовский пишет, цитирую, «Америка находится на военном положении, и военные действия против России в настоящее время рассматриваются на оперативном уровне. Сенат и Палата представителей работают над законами, которые бы обеспечили легитимность введения войны против России, имеем дело уже не с холодной войной, а с настоящей горячей войной». Соединенные Штаты сейчас и Западная Европа ни к какой горячей войне абсолютно не готовы. Они наелись уже войны в Ираке, они наелись войны в Афганистане, они наелись войны в Ливии. Никаких новых авантюрах с их прямым участием, так сказать, они больше не помышляют. Ну а руками украинцев они живут? Вот единственное, на что они способны, так сказать, подталкивать кого-то другого на этот самый военный конфликт. На это они еще и способны. Я хотел бы вернуться, тем не менее, к теме экономики. Вот что-нибудь важно. Способен ли наш оборонно-промышленный комплекс, так сказать, обеспечить нашу надежную защиту? Вот сейчас раздаются, так сказать, фанфары по поводу того, что мы обеспечим импортозамещение в течение двух, максимум трех лет. Но это не соответствует действительности. И в послании президента, я хотел бы это особо подчеркнуть, не было отдельно выделена необходимость восстановления нашей обрабатывающей машиностроительной промышленности. А это ключ. Конечно, важно говорить, так сказать, об интересах малого и среднего бизнеса. Да, это очень важно. Конечно, можно говорить о возвращении украденных капиталов, так сказать, из офшоров. Да, это важно. Но ключевая задача реиндустриализации нашей страны, когда именно промышленность создает самую надежную экономическую опору для политической стабильности и внешнеполитической стабильности, об этом практически ничего не было. И это очень показательно. Это значит, что те, кто писал президенту речь, и он сам, совершенно не думали о необходимости возвращения России в стан великих промышленных государств. Но только такие промышленные государства имеют нынче шанс на выживание. Те же самые американцы. Сначала они выбрасывали все производства развивающихся стран за прибыль, и только сейчас они сообразили о том, что они угробили собственную обрабатывающую промышленность. Пример Китая растет как на дрожжах. Почему? Развивает, прежде всего, обрабатывающую промышленные машиностроения. То же самое с Индией. Вот в послании президента, заботы о возрождении нашего машиностроения и через него нашей оборонно-промышленного комплекса, этого не было. Ну, фраза про импортозамещение была в Средневости Ради, она была упомянута. Ну, вместо импортозамещения, это все-таки такой эвфемизм, условно говоря, некая метафора. Потому что суть заключается в другом. Во-первых, не существует никакого оборонно-промышленного комплекса, как, грубо говоря, отдельной какой-то промышленности. Промышленная система в стране есть, либо ее нет. Поэтому в этом плане иллюзия, что мы военно-промышленный комплекс накачаем деньгами, а при этом у нас своего станкостроения и машиностроения в стране не будет, и мы вдруг будем делать хорошие танки, самолеты боевые и так далее, да. У нас нет гражданских самолетов, кроме вот уродливого суперджета, так сказать, тупика, да, просто бесстыдного. Здесь вся электроника импорта. Бесстыдно, неважно даже, тупик полный и так далее. А военные мы сделаем супер-пупер, они там все решат и так далее. Это иллюзия. Понимаете, мы неграмотные, страшно, просто ужасно. Вот и правильно Вячеслав Николаевич говорит, там и по поводу, ищут повод американца, Украину будут превращать в страну армию и прочее. Но мы вообще, я вот говорю с военными там, никто ничего не читал, реально не знает. У них все еще в втором году, у Буша, у него прекрасная военная стратегия была во втором году, где был введен термин, который я пишу, все мне вычеркивают, просто прямой термин, преэмптивная война, не превентивная. Потому что превентивная, это когда, условно говоря, танки границы подходят, ты думаешь, а дай-ка я опережу, так сказать, нападу и так далее, да. А преэмптивная, это когда я вижу, что угроза образуется, и поэтому я для спасения Великой Америки должен нанести ядерный удар. Мы видим, что России угроза образуется, она якобы там агрессивно захватывает, о, пора наносить. То есть это не превентивная, а преэмптивная задолго война. И, конечно, они сейчас будут к весне делать страну армию Украину, к сожалению, к сожалению, нашу братскую, замечательную, так сказать, народ будут превращать просто в пушечное мясо. Будут вооружать до зубов, будут накачивать финансами, это надо понимать. Поэтому без мобилизационной экономики, еще раз повторяю, без мобилизации во всем, потому что, опять же, народ, опять, ну, понимаете, опять он никак не перестроится, он никак не понимает, что все то кончилось. Все, другая эпоха. Вячеслав Николаевич, вот вы услышали новую какую-то антикризисную программу «10 президента», вы услышали какой-то, может быть, план опережающего индустриального развития. Какой-то был комплексный подход к тем проблемам, которые сегодня есть в российской экономике. Вы услышали? Ну, потому что все, что мы слышали про малый и средний бизнес, про какие-то налоговые проверки, про сохранение налогового режима – это здорово, но это тактика, это очень маленький отдельный элемент экономической политики, они не задают какой-то общий тон и общий электродвижение. Вот было ли здесь что-то новое, позитивный сдвиг? Нет, я не услышал в послании президента какой-нибудь новой экономической стратегии. Вы совершенно правы в том, что мы услышали некие лоскутные декларации о том, что вот надо чуть-чуть поправить дело здесь, в малом и среднем бизнесе, надо чуть-чуть поправить дела с налогами, надо чуть-чуть поправить, так сказать, дело с дешевизацией страны, но комплексного представления о том, что делать дальше в условиях надвигающегося экономического кризиса не было. Обратите внимание, что когда президент делал заявление о том, что мы видим продолжающее ослабление рубля, мы видим атаки спекулянтов на рубль, и мы знаем этих спекулянтов, и мы владеем инструментами, чтобы их остановить, в этот же самый момент падение рубля продолжалось, и на другой день оно продолжалось. Это значит, что объективные факторы, бизнес, он не верит в декларации президента. Те люди, которые считают, умеют считать деньги, они понимают это таким образом, о том, что президент должен был что-то сказать, дабы успокоить людей, обладающих деньгами. Он это декларировал, но ясно совершенно, что никаких конкретных действий не последует. Я не понимаю, если вы знаете, кто такие спекулянты, как они работают, какие инструменты и механизмы, и вы можете их остановить, почему вы не остановили их в мае, в марте, в апреле, в феврале, скажем, в августе, почему нужно было дождаться укрепления доллара на 70%, когда рубль и сбережение дохода россиян в этом огне инфляции импортируемой, а вот сейчас решили с ними бороться, и как-то решили это слабенько. Я, говорит, прошу центральные банки правительства, прошу ни указ, ни постановление, ни задача поставлена, а вот прошу подумать, как бы можно было побороться со спекулянтами. Вот это как-то очень странно. Поздно проснулись. Во всех странах мира, если глава государства видит провал ранее проводившейся экономической политики, он меняет курсы этой политики, в том числе меняя кадры этой политики. То есть, прежде всего, на мой взгляд, то, что должен был президент заявить о том, что прежний экономический курс привел нас к вот этим конкретным результатам. Я считаю, это результат некомпетентности или недобросовестности тех людей, которые проводили эту политику. И он должен быть объявить в каких-то отставках, каких-то хотя бы минимальных... Итог хотя подвести предварительно уходящего голоса. Предварительный итог, да, сказать о том, что мы видим о том, что экономическая политика, та политика, которую производили мои подчиненные, его подчиненные, или он является, так сказать, руководителем государства, она провалилась, поэтому нужна смена лиц, помимо всего прочего. А у власти остаются все те же самые лица, которые находятся у власти уже последние 25 лет. Это вся та же ельцинская, гайдаровская, чубайсовская команда. А почему президент не подвел итоги? И по большому счету, обращение с посланием к федеральному собранию, это своего рода такой вот отчет главы государства, по большому счету, о проделанной работе и постановка новых целей и задач. Почему не было никакого произведенного итога? Ведь итоги-то удручающие. В стране рецессия, кризис, обвал рубля, всплеск инфляции, бегство капитала рекордное. Мало и средний бизнес в тень уходят, налоги повышаются. Почему не было? Я думаю, что если кратко говорить, то это вопрос политической воли. Глава государства это не красные дорожки, это не лайнеры, не приемы в Кремле, это прежде всего проявление политической воли. Мы знаем одного крупного лидера нашей страны, который из Кремля практически не выезжал и тем более за границей никогда не ездил. Никаких ковровых дорожек, так сказать, вокруг нее не растилось. И тем не менее решение этого лидера, так сказать, я думаю, что вы понимаете, о ком речь идет. Конечно, я думаю, все понимаю, да. Это и очень висоренность Сталин, так сказать. Решения исполнялись неукоснительно. Неукоснительно. И все знали о том, что невыполнение решений главы государства чревато самыми тяжелыми последствиями. У нас сейчас одна из проблем управления нашим государством, это не просто отсутствие политической воли. Это полное отсутствие исполнительской дисциплины какой-либо. Ибо в Кремле заявляют, признают во всяком случае о том, что чуть ли не 70% поручений главы государства не исполняются. Это что такое? Как может страна функционировать в условиях, когда решения главы государства не исполняется? Что же тогда говорить обо всем остальном, даже о законах тех же самых? Немножко отходя в сторону от этой темы, хотел бы вот что подчеркнуть. Наметился крупный раскол сейчас между внешней политикой нашего государства и внутренней политикой наших государств. И это противоречит каким-то образом будет усугубляться, потому что Путин декларирует, так сказать, новый внешнеполитический курс, совершенно новый независимый внешнеполитический курс. Но как Юрий Васильевич совершенно правильно сказал, что без опоры на прочную экономику и на вооруженные силы никакой внешнеполитический независимый курс невозможно. Но мы в словах президента в его послании не увидели намерения проводить новый независимый экономический курс. Им там и не пахло, грубо говоря. Потому что все эти мелкие, так сказать, подробности, малый бизнес, крупный бизнес это все детали, это все тактика. Новой стратегии в послании мы не увидели. Юрий Васильевич, мы не увидели подведение итогов года. Почему не было подведено никаких итогов и не было, никто не был объявлен, скажем там, провалил, скажем, политику в области подержания устойчивости курса рубля. Кто не справился с инфляцией? Почему у нас там просто экономики нулевые? Почему спад инвестиций? Президент, безусловно, вынужден так или иначе реагировать на весь политический бомонд, то есть на все элиты, потому что их за день не отменишь. А эти элиты, они все характеризуются двумя параметрами. Первое, это полная сейчас прострация. Слушай, я говорю, мне вот в июле мне говорили, нефть подорожает на 20-30 долларов, санкции снимут и так далее. То есть вот у людей это реальное умонастроение. Они-то и бюджет заложили, кстати. Нет, естественно. И второй момент, помимо прострации, это, конечно, полное непонимание вообще экономики. Вот как это ни странно. Вообще, Владислав, вы, конечно, экономист, я не хочу вас обидеть, да, но уже экономика, на мой взгляд, это уже ругательное слово, потому что на самом деле у нас, как бы, чем больше экономики, тем меньше хозяйства. Тем меньше дела, тем больше. Нет, хозяйства, реального хозяйства, реального получения новой стоимости, переделов продукции и так далее. Поэтому экономика у нас превратилась вот все-таки в разграб, как солженицыновское слово используем, советского наследия. Понимаете? Или, по крайней мере, в прожитие этим советским наследием, потому что я не устаю повторять, прошу прощения, все достижения, например, если берем даже по нефти там нулевых годов, да, это в чистом виде, спасибо, так сказать, Салманову, спасибо 60-м годам, 70-м, когда триллионы долларов были инвестированы в Тюменские болота. Понимаете? Это там все было сделано. А сейчас, так сказать, чуть-чуть там подкрашивая и прочее, я прошу прощения. Теперь по существу. Вот смотрите, отсюда нет вообще понимания вот проекта экономики. Понимаете? То есть, нет, вот что, как. То есть, люди вообще не разучились созидать. Ведь иллюзия какая? Есть бизнес, там, зарубежный, российский. Российский, наверное, лучше, чем зарубежный. Может быть, там, патриоты есть среди либералов и прочее. Но, он как-то будет прибыль преследовать, преследовать. Все в итоге, что-нибудь там, что-нибудь такое создаст, создаст. Ну, сейчас чуть поменьше, минус один процент роста. Завтра два процента роста. Все. Как бы не понимается, что есть государство, главный создатель, автор экономики. Государство. Понимаете? Действительно, Обама, Обама в этой Америке, которая там вся рыночная, там сквозь рыночная, якобы, да, так сказать, скажем, хотя военно тот же промышленный комплекс там задает тем. Но, что сказал? Обратно все, зовем всю промышленность, да, раз, возвращение, но у них активы есть промышленные. И второй момент, и у них, кстати, не уход из офшоров, а решоринг, то есть, заново к берегам, к родным, как центральный тезис, да. Но второй-то момент в том, они взяли и сейчас пошли по газу и нефти. По сути, все сделали, стали вровень с Россией и полностью ее опередили. Как бы сняли эту проблему вообще, да, то все говорили там, какая-то зависимость, они взяли все это и сделали. И теперь, по сути, они формируют нефтедоллар уже в чистом виде. У них и нефть, помимо там саудовских и прочих замечательных нефтедований, они создают новый совершенно мир, нефтедолларовый мир. А мы что делаем? А Владимир Владимирович, он пока, на мой взгляд, все-таки не схватывает ключевой момент, то, что, кстати, Сталин понимал. Потому что Сталин, убирая все остальное, это человек, который читал книжки и мог взять и позвонить какому-нибудь инженеру, который был, как сейчас модно говорить на Западе, сверхкомпетент в своей сфере. Там неважно, в пушках, в гранатах, в самолетах и так далее. Мог позвонить и задать предметный вопрос. А как нам повысить там, скажем, скорострельность, там того-то, того-то. Понимаете? И разбирался в деталях. То есть, глава государства думает, что какие-то стихийные силы, они что-то при прочих равных условиях создадут. Не создадут. Диктатура индустриального развития нужна. Диктатура развития как такового. Промышленного развития. Да. А для этого должен быть совет по промышленной политике центральным органам. И для этого должна быть другая экономика, проектная экономика развития. Александр Николаевич, вот такой вопрос. Много было разговоров. Речь Путина, она будет больше про либерализацию и свободу малого бизнеса. Либо речь Путина будет больше про мобилизацию ресурсов государства на приоритетных направлениях развития. И все шли споры, будет такая, либо будет такая. Но по факту казалось, что и ни тем, и ни другим, а где-то посерединке мы застряли. Были потеряны слова про модернизацию, про инновации, про новую индустриализацию. Забыли про майские указы. То есть президент вообще не говорит, исполняются они или не исполняются. Они уже провалены были в прошлом году, сейчас так они вообще провалились полностью. О чем это говорит? Что нет уже даже тех тейсов, которые сам президент обещал гражданам, идя на новый, вот этот якобы новый президентский срок, Путин 2-0. Чуть ли там не СССР 2-0 будет восстанавливаться. Как говорили. Я думаю, что как Юрий Васильевич сказал, это отражает элемент растерянности в правящей элите перед тем испытаниями, которые на них свалились. До сих пор, особенно после восьмого года, когда немножко, так сказать, шарахнуло, и все закричали, было о новациях, модернизации, индустриализации, то бах, опять, так сказать, цены на нефть пошли. Жизнь наладилась. Да, жизнь наладилась, все в порядке. Сказали, что это мы какую-то ахинею несли насчет реиндустриализации все эти годы? Зачем? Все так прекрасно складывается. Смотрите, она опять на 110, на 120 долларов вышла нефть. И вдруг тут ба-бах, она падает. 65-67. 65 долларов. Они хватаются за голову. Вот что дальше делать? Они кричат про индустриализацию новую, вернее, начали раньше кричать. Теперь малый бизнес новая. Теперь малый бизнес, но малый бизнес может только вспомогательную роль. Без крупного он не существует. Конечно, он не существует. Крупную промышленность, ребята, вы сознательно уничтожали. Локомотив любой промышленности, современной экономики, это высокотехнологичная отрасль промышленность. Если вы угробили авиационную промышленность, ребята, на что вы рассчитываете? Авиационная промышленность – это тот самый конец цепи, который вытаскивает всю остальную цепочку. Тем более для нашей страны, которая одна седьмая по-прежнему часть мировой суши. И сегодня говорят о том, что вот на следующий год возрастут на 15% цены на нефть. Почему? Потому что у нас импортные самолеты, так сказать, курс рубля к доллару, так сказать, изменился. Значит, закупки запчастей обслуживания станет дороже. Поэтому платите из своего кармана. С какой стати? Мы всегда были великой авиационной державой. Мы гордились своей авиационной промышленность. Сегодня ее вполне сознательно уничтожили. Кто уничтожил? Все эти люди известны. Владимир Владимирович, не надо смотреть в справочниках, кто командует авиационной промышленности. Они у вас сидят на всех совещаниях по развитию нашей промышленности. Ну, объясните нашим уважаемым телезрителям, вот майские указы, про них забыли, про них уже не говорят. Видимо, стыдно вспоминать, как про нереализованное обещание. Но почему же, скажем, президент назначит Силуанов ответственным, там, Набиулину? Немножко не так. А вы не будете? Не забыли про майские указы. Наоборот, они навязывают. Но что происходит? Я разговаривал с одним из депутатов одной из, так сказать, местных дум. Я задал ему прямой вопрос, так сказать. Я депутат Тюменской области, Ханты-Мансийска, Ямал-Ненецк, автономного округа. Вот во время визита в один из этих регионов, не буду называть фамилию этого конкретного человека, я вам спрашиваю, какая конкретная проблема, так сказать, ключевая проблема, с которой вы сталкиваетесь в вашем округе. Он говорит, Вячеслав Николаевич, вот эти майские указы приводят к тому, что все средства, которые выделяются на развитие, они уходят исключительно вот в эти программы, так сказать, повышения статуса бюджетников. Давайте врачам прибавим, давайте учителям прибавим. Все правильно. Но на развитие экономически ничего не остается. Денег нет на ЖКХ, ни на прострутуру нет. Уважаемые гости, прежде чем мы продолжим говорить о послании президента, предлагаю посмотреть на то, как проголосовали на сайте канала «Красная линия» наши уважаемые телезрители. Вопрос был следующий. Кто или что мешает выполнению президентских посланий Путина? 5% плохой народ, 13% несовершенства государственных институтов, 9% пресловутая пятая, шестая, либо седьмая колонна Запада, ну и 73%, видимо, это отсутствие политической воли. Я бы соединил третий и четвертый пункты, 73 плюс 9, это будет 82, то есть пятая колонна и отсутствие политической воли это теснейшим образом взаимосвязано. А они это взаимосвязаны? Абсолютно взаимосвязаны, потому что отсутствие политической воли определяется воздействием пятой колонны. Я в этом глубоко убежден. Ну, а можно с другой стороны повернуть. Я думаю, что наверху, наверху, как раз думают, что пункт номер один во всем виноват. Пятый, народ плохой попался, не соглашается. Слишком его много, слишком много требуют. Вместо того, чтобы согласиться, так сказать, на то, чтобы уменьшить свою долю в общем пироги, все время требуют все больше и больше. Но вот если мы говорим о том, что нам необходима диктатура развития, промышленного, индустриального нового развития, так, может быть, действительно, как вы говорите, нам нужно ставить опрос ребром и менять кабинет министров, менять тех людей, которые сегодня руководят экономикой и финансами, и, по большому счету, душат реальный сектор экономики и блокируют любые попытки к новому индустриальному движению, к подъему реального сектора. Как вы считаете? Нужно менять социально-экономический курс страны в целом. Совершенно ясно, что 20 с лишних лет, которые прошли после государственного переворота 1991 года, завели нас в полный геостратегический тупик. Мы движемся прямым курсом к национальной катастрофе. И то, что происходит сейчас в нашей экономике, показывает, что катастрофа надвигается, экономическая катастрофа. Менять нужно курс, но менять его через людей, которые управляют этим курсом. К сожалению, эти люди изо всех сил сопротивляются. Мы в данном случае переходим на другую тему, так сказать, манипуляции и фальсификации выборов. Подавление политической оппозиции и так далее и тому подобное. Но я должен сказать о том, что вся история человечества показывает, что если правители отказываются признавать экономические и социальные реальности, тогда народ берет дело в свои руки. И дело может закончиться, как мы любим сейчас говорить, новым 17-м годом. Тем более, что он уже на подходе. Тем более, что вы на Майдане уже это посмотрели. Уже посмотрели, как это делается. Александр Николаевич, вопрос это такой. Но ведь есть такая точка зрения, что президент очень консервативен. Он считает, что тот, кто ошибся, допустил ошибку промах, он должен исправлять свои ошибки. Президент не любит менять, доставать колоду своих министров, менять скамейку запасных. Может это правильный подход? Я думаю, что даже великий управленец и топ-менеджер, говоря современным языком, Иосиф Виссарионович Сталин, не рубил голову сразу же после того, как человек совершал ошибку. Это сущность человека. Он склонен совершать ошибки. Это обычные. Люди учатся на ошибки. Это часть прогресса человеческого. Но если мы видим, что в основе политики тех деятелей, которые возглавляет экономический блок, является крайне вредной для нашей страны разрушительной экономической системы, они фанатично преданы этой экономической системе, разрушительной для нашей страны. Без снятия этих людей со своих постов и замени их патриотом и людьми, которые способны выработать новую концепцию нашей внешней политики, созидательную, ничего не произойдет. Поэтому я убежден, что если в этой речи не произвучало заявление о грядущих отставках, если не сами отставки, то мы будем продолжать сползать в состояние катастрофы. И тогда смены в правительстве произойдут иным, естественным путем. Уважаемые гости, к сожалению, один из наших гостей, а именно Вячеслав Николаевич Тетёкин, вынужден покинуть нашу студию. Благодарим вас за очень интересный разговор. Ну, а продолжим нашу дискуссию уже с новым Юрием Васильевичем. Юрий Васильевич, вот я сколько помню, последние лет так 6-7 с кризиса 2009 года, только я разговор, что давайте не будем повышать налоги, давайте будем создавать налоговую стимулу для малого, среднего бизнеса, особенно для реального сектора экономики. Давайте то не будем кошмарить бизнес, то давайте мы будем давать им какие-то налоговые каникулы, льготные режимы администрирования. Вот и сейчас президент это заявил. Но я как-то не понимаю. Вот буквально в ноябре месяце принимается решение о налоговом маневре окончательно. То есть мы видим, что действительно экспортные пошлины будут понижены, НДПИ повышено. В результате почти 800 миллиардов рублей из этих денег заплатят бизнес, промышленность и население в виде роста цен на горючие смазочные материалы. В принципе, говорится одно, а по факту делается другое. И регионы принуждают постоянно увеличивать фискальное давление на бизнес. Вот это к чему может привести? И какой бизнес надо было бы действительно облагать более жестко, по более высоким ставкам? В основе вот этой неолиберальной политики, самой модели, которую мы сегодня обсуждали, фактически лежит идея, что все бизнесы и активности одинаковы. То есть там даже где-то на краю появляется бизнес проституции, бизнес киллерства. Как говорят, это тоже профессия киллер, это тоже профессия, да? Упаси бог. Но в любом случае, по крайней мере, скажем, та же нефтянка, связанная с экспортом сырья, производство ракетоносителей и, скажем, какие-то вообще спекуляции на бирже, практически однозначно расценятся как равные виды деятельности. Это неоднократно, к сожалению, подчеркивал и Путин. То есть в этом смысле, в этом вот-вот основа. То есть цикл 2-3 года с колоссальным неокр, нир, и то, что нужно там создавать 15-20 лет, новые модели самолета, новую, допустим, авиацию и так далее, да, приравнивается к тому, что можно, ну, если не в течение недели, то, по крайней мере, в течение полгода поменять, окупить и так далее и тому подобное. То есть нет приоритетов опять? Абсолютно нет приоритетов, нет понимания, что хозяйство устроено очень разнородно. Оно многоукладное, разнородное, многоэтажное и так далее. Вот это основная проблема, собственно, вот почему неолиберализм, не либерализм, а неолиберализм, он смертельно опасен и для нашей страны. Налоги должны быть дифференцированы по виду бизнеса. Дифференцированы, они должны меняться. Структура сама налогов, не размер даже налогов, а структура налогов, да, она критично убийственна для страны. И после этого, когда выделяется один параметр их неизменность, я даже сейчас не беру величину налога, то это означает, что наоборот, тогда, когда нам нужно революционное изменение структуры налогов в пользу промышленности, индустрии и так далее, а нам говорят, это все будет законсервировано 4 года. А нефтяникам еще льготы дают? Деньги из ФНБ, из резервов? Нет, поэтому возникает. Да, плюс там как-то будет что-то по социалуке. Да, но в этом смысле проблема в том, что вот я как бы не понимаю. То есть, да, нужно здесь наоборот совершать революцию, ничего не происходит. Ну и хотел бы обратить внимание все-таки на центральный момент послания. Мы вот это упустили. Это вопрос вот так называемой декапитализации банков. То есть, по сути, все повторяется то, скорее всего повторится, что было в восьмом-девятом году. Когда банкам раздали огромное количество денег, да, Владимир Владимирович говорит, ну эти банки только обязательно, чтобы они там шли в реальный сектор и так далее. Но в какой реальный сектор? В какую? У нас торговля, в конце концов, тоже реальный сектор и так далее. Понимаете? Поэтому вопрос-то без создания промышленной системы, без того, чтобы жестко, диктатурно ее создавая, двигать дальше и так далее, мы этими деньгами опять просто банки поддержим. Скажем, не будет дискриминации по отношению к нефтяникам, металлургам, спекулянтам, что им более высокие налоги, а, скажем, сельскому хозяйству, обрабатывающей промышленности... Не просто не будет дискриминации. На самом деле это спасет их. Потому что, смотрите, мы говорим нефть, да, сегодня мы уже видим все равно по ценам, по всему, что просто поставляет на внешний рынок нефть, с каждым днем все самоубийство. Надо что-то на внутренней, надо делать нефтехимическую промышленность, надо делать специальную промышленность. Те же самые металлурги, это прекрасное времечко для них, когда они слябы, так сказать, толкали на запад, то есть необработанные чушки металла, да, и получали достаточно большие деньги в долларах, все, сегодня опять почти не работает, сегодня нужен внутренний рынок использования металла. Поэтому... А это значит машиностроение. Поэтому на самом деле, на самом деле, нет ни одной отрасли, кроме вредительской или спекулятивной, нет ни одной отрасли, которая не была бы объективно, жизненно заинтересована в развитии индустриализации. Понимаете? Проблема-то в этом. А мы, говорим, будем консервировать налоги. Юрий Васильевич, а давайте поговорим про такую очень интересную, важную тему, которую очень многие, так называемые, патриоты восприняли на ура. А многие критики говорят, что, наоборот, это очень такая зыбкая дорожка, и призыв президента провести якобы полную амнистию капиталов, привести сюда вернуть эти деньги, здесь якобы какую-то льготную ставку мы здесь обложим налогом, а может вообще не обложим. Не будем задать вопрос, где эти капиталы были сформированы, и вот якобы эти деньги должны будут стать фундаментом для создания длинных инвестиционных ресурсов. Вот насколько этот шаг правильный? Да, деньги огромные, там 2-2,5 триллиона долларов. Вопрос первый, вернутся ли они сюда? Вопрос второй, можно ли легитимизировать криминальные активы, которые получены в ходе незаконных ваучной приватизации, кредитно-залоговых аукционов, деньги на крови откровенные, когда бизнес пилился, металлургия и прочие отрасли? Или это вообще какой-то нонсенс? Так в мире никто не делает, и таким путем идти нам не стоит. Прощать всем все их грехи. Даже если не обсуждать вот вопросы нравственные и так далее, то все равно сначала должен быть не просто даже план, не просто проект очень жесткий, проработанный промышленной системы, а уже должна начаться эта индустриализация, потому что иначе вопрос-то не в этих деньгах, там неважно их 100 миллиардов долларов или 5 триллионов. Вопрос куда вкладывать? Во что инвестировать? Вопрос-то основной дефицит в стране, почему я выступаю, вот проекты, проекты, основной дефицит проектов некуда вкладывать. То есть это первый момент. Я уж не говорю про то, что деньги, они в основном связанные там на Западе, тоже они все куда-то вложены, пристроены и так далее. Но, еще раз повторяю, вот абсолютно разные мировоззренческие позиции. Потому что вопрос у нас не в отсутствии денег. Понимаете? У нас, да, было до 2003 года проблема, нет в стране денег. Сейчас мы, к счастью, возвращаемся к ней. А до этого, вы помните, как выступал со слезами Греев, Кудрин, выступали с слезами, говорили, у страны страшная проблема, это много денег, голландская болезнь и так далее. Их надо стерилизовать, стерилизовать. То есть у страны была еще большая проблема, много денег. Какая разница, что сейчас эти деньги какие-то придут оттуда или из офшоров. Опять не беру сейчас реалистичность этого вопроса. Проблема не в деньгах. Проблема в жирный этот период, когда это все халявные деньги, так сказать, от цены на нефть приходили. Он закончился, но деньги-то были. Что мешало создавать новую национальную промышленность? То есть, другими словами, вот и Центробанк, и Минфин, и правительство подавляют точки экономического роста, делают экономику нерентабельной, делают реальный сектор нерентабельным и убыточным, задавливая его и высокими тарифами, и дорогими кредитами, и налогами, и коррупцией. А потом говорят, что деньги придут, и сами где-то пропадут. Я считаю, что еще страшнее, потому что, во-первых, они это делают безошибочно, просто выдающимся образом. То есть, нет никаких ошибок, это целенаправленно. А во-вторых, что в каком-то смысле, вот если бы мы с вами сейчас расселись по этим командным позициям, я боюсь, мы бы вынуждены были делать почти то же самое. Почему? Потому что, если не создается реальный сектор, если не создается национальная промышленная система, а что регулировать? А что регулировать? То есть, эти регуляторы, так называемые, они как бы есть, а объекта регулирования нет. То есть, нету хозяйства национального. Министерство экономического развития есть? Есть, а развития нет. Прекрасно и так далее. Поэтому, в этом ключевая проблема, что сегодня 25 лет вот прошло, там разграбляли, там что-то крутили, перепродавали и так далее. Сегодня императив простой – создавать. Ну, это такой буквально короткий вопрос. Олигархи поверят президенту Путину и вернуть деньги с офшоров после Кипра, после санкций на Западе, после того, как многие бизнесмены попали в черный список. Они захотят деньги вернуть обратно в Россию. И не видите ли вы здесь угрозы того, что президент косвенно пытается сохранить статус-код, этот олигархический режим в стране, и закрыть вопрос о пересмотре итогов приватизации? Дело в том, что объективно, после того, как было принято решение, по сути, разделить постсоветское пространство и полностью, так сказать, унизить и опустить Россию, это решение уже принято в экономическом плане, то все эти вот иллюзии договоренностей, ничего не получится. Олигархи все прибегут, большая часть, кто-то совсем уйдет и уедет за границу, но какая-то часть прибежит и будет здесь все деньги держать, если будет во что вкладывать. Потому что там им тоже ничего не светит. Это тоже все прекрасно понимают. Кипр-2 будет, Кипр-3, 4, 5 и так далее. Поэтому вопрос, давайте создадим систему, куда инвестировать. Вот центральная сегодня основная проблема, все остальное это следствие. Понятно. Юрий Васильевич, и тогда вот заключительный вопрос в нашем сегодняшнем разговоре. Вот считаете ли вы необходимым, что действительно пора уже отправить в отставку правительство? И какие нужно было предпринять меры, ну вы уже и части этих озвучивших, чтобы действительно Россия была сильной, единой, индустриально развитой, она не оставалась этим сырьевым придатком из сырьевой колонии Запада? Ситуация настолько зашла далеко, что уже даже отправить в отставку правительство, это уже мало что даст. Потому что в этом смысле, ну будет одно шило на мыло, так сказать. Придет еще какая-то комборта. Ну нет, Путин, то что Путину придется, это я уже повторяю последние полгода, что Путину придется, скорее всего, стать председателем правительства, чтобы вообще какую-то централизацию и диктатуру развития устанавливать. Это, на мой взгляд, неизбежно. Это первый момент. Но мы видим, что уже все зашло очень далеко. Сейчас, по сути, нужно создавать, если хотите, какой-то кризисный штаб. Это даже то ли это администрация президента, правительство, либо Владимир Владимирович берет на себя управление, в этом ключевая проблема. И здесь я вижу три простых пункта. Первый пункт, я говорю, Совет по промышленной политике. Лично возглавляет президент. Под ним управление по промышленной политике в администрации президента, ряд министерств. Это госплан, по сути, госплан, так? Второй момент. Абсолютно согласен с Вячеславом Николаевичем. Вот первая часть передачи. Надо восстанавливать полностью авиапром. Для этого надо делать министерство авиации как ключевое министерство. Потому что при наших расстояниях, затратах и так далее, это ключевое министерство, которое и воспроизведет остатки, и нарастит новый хай-тек и правильный передовой уклад. И, наконец, третий момент. Это нужно все-таки реально начинать разбираться в ситуации. Я уверен, что Владимир Владимирович, он, так сказать, к этому близок. Он говорит 12 февраля этого года. Он говорит, наша экономика, источники роста экономики потеряны, потому что наша экономика может расти, подчеркиваю, цитирую, только в условиях роста цен на нефть. То есть даже цена на 120, она уже недостаточна. То есть президент сделал абсолютно... То есть мы, зависимая страна от цены на нефть, упала, поднялась, да, все, жизнь удалась и так далее. Но единственное противоядие против этой наркотической зависимости от цены на нефть, это на самом деле создавать свою промышленность. Юрий Васильевич, большое спасибо за очень интересный разговор. Ну, как мы понимаем, действительно, послание президента федеральному собранию, это в очередной раз, мы за все хорошее, мы против всего плохого, мы за светлое будущее без войны, но как удостичь, мы тоже не понимаем. Но, видимо, действительно, и через год, и, наверное, даже через два года, видимо, как бы ни была тяжелая ситуация, как-то вот эти послания федеральному собранию в области экономики и финансов, они, к сожалению, в лучшую сторону не меняются. В политике есть изменения к лучшему, а вот социально-экономический курс, к сожалению, остается прежней. Это тот самый курс кудринистики, либо кудриномии, как его называют. В эфире была программа «Точка зрения», я и ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго, до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»